Мы славяне, не поддерживайте Украину, поддерживайте только не фашистов. Народ там восстанет все равно. Порошенки разные, это все, Аваковы там. Приехал грузин этот, он и себя в розыске выгнали, а вон командует Одессой. Понавозил своих всех урок этих, и теперь людей зажал. В Одессе там вообще проходов ночами нет, вот звонят оттуда. Не поддерживайте их. Пускай олигархов свергнут. У нас в Донбассе Захарченко занялся, никаких олигархов. Все переходит в государство, в ДНР будет. И у нас цены дешевле, в несколько раз, жилье все, и газ в копейки стоит, не то что там на Украине. Не поддерживайте их, и тогда будет нормально. И Донбасс выдержит, еще будут они текать, не знаю куда, эти порошенки разные. Яценюки, зайчики эти. В общем, полякам привет. Не поддерживайте их фашистов, они вас уничтожали, а вы их поддерживаете. УПА, правый сектор, гомосеки они, короче. До вас должно дойти, что тут я шахтер, шахтер, живу прямо вот возле аэропорта, угловой дом. Мне 16 снарядов пролетело, разбило все, что я строил своими руками. Я шахтер, всю жизнь в шахте проработал. И теперь все, что делать? Кто будет это все восстанавливать? Если Россия не поможет, то не знаю. Ну она помогает же, дома восстанавливают, материалы идут. Но тут нельзя восстанавливать обстрелы каждый день. Каждый день что-то прилетает. Вот ваш товарищ снимал, вот прилетела кассетная бомба, у меня упала в огороде, на пленке у него есть. В общем, поляки, поддерживайте ДНР и ЛНР. Мы рабочие, все тут, тут рабочий народ. Кормил всю Украину почти. Все налоги туда и шли. Тонбасс заживет отлично. И мы не хотим с такой Украиной быть. Все, спасибо. Спасибо.